Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ в прямом эфире вы смотрите программу «Сегодня» в студии журналист Антон Хатиновский. И наверняка все знают, что в стране реализуется множество различных государственных программ, и одна из них «Рухани Жангру», чей символ программы известен всем, то есть эта символика была в прошлом году довольно распространена, впрочем, наверное, и в этом году тоже. С тем, чтобы поговорить об этой государственной программе, мы пригласили сюда Дюсенову Дану Алмазовну, директора проектного офиса «Рухани Жангру» по Алматинской области. Здравствуйте, Дана Алмазовна. Расскажите, пожалуйста, о целях реализации программы «Рухани Жангру», тем более, что она получила такую широкую рекламу, а символ «Парящего орла», он известен каждому казахстанцу, пожалуй. Здравствуйте! В Алматинской области ведется целенаправленная работа по реализации программы первого президента Республики Казахстан, лидера нации Нурсана Абишевича Назарбаева «Рухани Жангру». В 2020 году в рамках реализации программы «Рухани Жангру» был утвержден региональный план совместно с управлениями, с районными и городскими акиматами, которые включают в себя около 200 проектов и мероприятий, то есть охватывая все направления и спецпроекты программы. Региональный план предусматривает реализацию направлений, основанных на трех ценностях – это личностное развитие, национальная идентичность и международная позиция и развитие государства, гражданского общества и местных сообществ. В 2020 году в рамках реализации программы организовано более 1300 мероприятий с участием около 55 тысяч жителей области. То есть охватили такой охват населения? Охват населения был 55 тысяч человек. Несмотря на пандемию, которая была в прошлом году? Да, в целом я вам сейчас позже расскажу, как это все происходило. То есть это было не тет-а-тет мероприятие, это использовались новые методы. Скажите, какие самые яркие проекты можете отметить за прошлый год, которые буквально остались в памяти и уже будут помниться не один год? В целом яркие проекты. Для начала я бы хотела бы отметить, что на республиканском уровне ведется рейтинг проектных офисов регионов. Среди проектных офисов, таких же, как и мы в других регионах. То есть наша область второй год занимает лидирующие места по реализации программной статьи. И в 2020 году в республиканский сборник вошли наших четыре лучших проекта. Этот сборник выпускается ежегодно Казахстанским институтом общественного развития. Эти проекты, такие как интеллектуальная игра IQDOTA, республиканское соревнование дронов, проекты JITSU ART и Reading JITSU. В целом, если рассказать о каждом проекте коротко, в прошлом году впервые на республиканском уровне, в республике точнее, была проведена областная интеллектуальная игра IQDOTA, в котором приняли участие более 600 человек. Во всех районах и городах области были проведены отборочные туры. Прошел полуфинал и в финале участвовали семь команд. По итогам первое место заняла команда Аксурского района, второе место Талдыкурган, третье место Панфиловский район. Также было организовано республиканское соревнование дронов, в котором приняли участие 25 сильнейших беспилотников нашей страны. В рамках проекта JITSU ART было нарисовано 14 муралов, среди них муралы, посвященные Абу Наср Альфа Раби, великому поэту Абаю Кнанбаеву, Кабамбай Батыру, политическому деятелю Мухаммеджану Тунышпаеву, известному журналисту Бейсену Куранбеку, как вы сами видите. Да, напротив нашей телекомпании располагается этот мурал. Да, напротив нашего телекомпании. Почетному гражданину области Жулану Умарову, а также медицинским работникам вообще в целом. В честь медицинских работников был нарисован мурал. В текущем году в рамках празднования 1150-летия Абу Наср Альфа Раби и 175-летия Абая Кнанбаеву было организовано Мушайра Абайга Арнау, издан сборник книг Адамзаттен Абая в количестве тысячи экземпляров. Также в рамках проекта Вибжетсо предусмотрена установка пяти вендинговых аппаратов в общественных местах города Тал-де-Курган для бесплатного доступа книг, газет, журналов путем ответов на интеллектуальные вопросы. Кроме того, с участием профессиональных спортсменов страны, таких как Аблайхан Кусаинов, Айдос Ирбосунула, Кайрат Ахметов, Евгений Гембердиева, Аслжан Бахаджанулы, организован мастер-класс «Намос» для маргинальной и девиантной молодежи нашей области. Скажите, пожалуйста, вот насколько активно стала молодежь принимать участие в этой программе? В основном, вот самая большая вовлеченность молодежи именно было мероприятие IQ-Doda, интеллектуальная игра, потому что она действительно очень интересная, разносторонняя, состояла из семи туров. молодежь отвечала на участники, то есть там и были, кстати, там были и молодежь, и другие возрастные категории, они отвечали на различные вопросы касательно истории, культуры, также программной статьи «Рухани Жангру». Вот вы говорили, что проектный офис у нас есть в Алматинской области, вот сколько человек работает в проектном офисе, чем они занимаются, какая на них возложена задача? Хорошо, спасибо за вопрос. С начала 2019 года, если я не забыла, 18 января вышло постановление и был создан то проектный офис «Рухани Жангру» по Алматинской области и основной деятельностью, которая является планирование, реализация, сопровождение, мониторинг, анализ проектов и мероприятий и выработка рекомендаций. То есть разработка пиар-стратегии в рамках программной статьи «Взгляд в будущее» и «Модернизация общественного сознания» и «Семь грани великой степи». В том же году заместителям Акима области были отобраны 20 кандидатов, 20 человек для работы в проектном офисе, и на данный момент все сотрудники имеют сертификаты руководитель проекта в соответствии международного стандарта. Помимо этого у каждого сотрудника офиса имеются проекты международного, областного, республиканских уровней. И также стоит отметить, что Казахстанский институт общественного развития, они сформировали свой кадровый резерв. И с каждого региона запрашивали сотрудников из проектных офисов. В прошлом году, в середине 2020 года, с нашего проектного офиса позвали на работу в Казахстанский институт общественного развития двоих наших сотрудников. Они сейчас плодотворно работают в этом институте и с нами взаимодействуют. Продолжают помогать. Да, продолжают помогать. Слава, да. Вот нельзя обойти стороной пандемию. Да. Потому что многие планы, которые строили всевозможные организации, молодежные организации, в частности, Ваш проектный офис просто не состоялись. Или, может быть, переросли во что-то другое. Вот как работалось Вам в период пандемии? Что пришлось отменить? Что пришлось перевести в новый режим? Как это происходило? Во время чрезвычайного положения в стране мы работали посредством социальных сетей, организовывая онлайн конкурсы, челленджи, акции и так далее. И впервые в области в онлайн-режиме в прошлом году был организован айтес Баржан Мин Сара с участием поэтов айтескеров. В частности, были запущены челленджи Мин Инг Жит Атам, Олт Ток Тарам, где общая вовлеченность, между прочим, составила более 5000 человек. И челленджи активно поддержали пользователи именно платформ Инстаграм и Фейсбук. В рамках празднования 75-летия Великой Отечественной войны были проведены онлайн-конкурсы Баттерла-Раманата, в котором тоже приняли участие более 100 человек в возрастной категории от 8 до 29 лет. Кроме того, для честования ветеранов в новом здании, вы, наверное, сами видели, города Талдыкурган, новое здание для студентов, которые были сделаны световые фонари. Цифра 75, 9, 9 мая. И также в парке Жастар с помощью патрульных машин мы нарисовали слово 9 мая. И на одном из торговых комплексов города Талдыкурган житсуццы, исполнив песню «День Победы», Алья, Катюша поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой. И необычные наши вот эти все поздравления в преддверии праздника были опубликованы на почти всех республиканских интернет-ресурсах и получили теплые отклики. И в честь Международного дня семьи был проведен квест, конкурс под названием «Бахта от паса» с участием 10 семей города Талдыкурган. Задания квеста заключались в поиске геолокации, основываясь на логику и смекалку участников. То есть давались загадки? Давались загадки через наши социальные сети, в частности, через наш инстаграм, через нашу страницу. Там давались различные задания, то есть как ребус. Раньше вот мы решали, да, ребусы или картинки, какие-то подсказки. Если семьи не находили, то есть на каждой локации было 10 локаций, на каждой локации ожидали наши сотрудники. Если они до определенного времени не доходили, мы давали им дополнительную подсказку. И они должны были все время следить за страницей нашей. То есть быть постоянно в онлайн-режиме? Да, быть постоянно в онлайн-режиме. Вот вы упомянули о том, что при помощи сотрудников полиции вы там выстроили девяточку. Вот все равно как бы, это все равно структуры, правильно? Местные органы. Вот как с ними работается в целом? Не только с полицейскими, которые, благо, откликаются на такие вот добрые дела, несмотря на то, что у них совсем другие функции охранять общественный порядок. Но как вот строится работа с исполнительными органами? В целом, проектный офис взаимодействует со всеми почти государственными органами, как и местными, так и центральными госорганами, которые напрямую задействованы именно в реализации программы. В первую очередь мы взаимодействуем с министерством, нашим, которое курирует, Казахстанским институтом общественного развития, а также ведется работа с областными управлениями, с региональными, то есть управлениями других регионов, такие как внутренняя политика, культура, а также высшие учебные заведения и районные Акиматы, районов нашей области, точнее, районов и городов Акиматры. То есть каждый заинтересован в том, чтобы стать лучшим в этой программе? Да, естественно. И показать, на что они способны? Естественно. Потому что у нас есть областной план, где в начале года закрепляется каждый ответственный, то есть может это быть и управление, это и Акиматы районов и городов. И по исполнению плана мы стараемся каждые три месяца сейчас, на данный момент, в онлайн-режиме встречаться. Позапрошлым году мы встречались, собирались у нас, и каждое управление, и каждый район, то есть не то чтобы отчитывалось, а просто рассказывало о том, что он проделал за этот период, и какие-либо у него возникали проблемные вопросы. Мы старались здесь со своей стороны помочь, оказать методическую помощь, и оказать содействие в исполнении того или иного проекта или мероприятия. То есть достаточно серьезная работа проводится. Да. Вот есть ли структурные изменения в реализации программной статьи? Что-то может быть добавилось, что-то по-новому пересмотрелось? Да, с момента выхода программной статьи было проведено ряд изменений. В 2020 году государственным секретарем Республики Казахстан были утверждены четыре новых спецпроекта. У нас было 13 спецпроектов, теперь у нас 17 новых спецпроектов. Четыре из них новых спецпроекта. Это такие как Кухтокмадинет, Дастюрменгруп, Немкугамхуатта и четвертая Инбек-Ельдым-Мратта. Данные спецпроекты направлены именно на дополнение содержания программы Рухани-Жангру, а также на развитие прагматичного образа жизни и привития подрастающему поколению любви к труду и формированию правовой культуры. То есть достаточно серьезные задачи поставлены. Да, очень. Скажите, пожалуйста, был ли опыт работы с международными проектами? Может быть, как-то подключились к этому и международное сообщество? Да, хороший вопрос. С момента создания проектного офиса мы провели первую международно-научно-практическую конференцию продвижения современной казахстанской культуры в глобальном мире с участием международных экспертов и ученых из Франции, Германии, Армении и Польши. В целях популяризации общих ценностей и личностей тюркского мира организовали третий форум казахстанско-киргизской интеллигенции на тему Олудаланы Манголик Мираса Манас. С участием представителей Международной тюркской академии в ходе мероприятия у нас состоялась книга Манас Эпоса. Кроме того, на данный момент ведется работа по переводу книги британского писателя Джон Масси Стюарта. Книга называется «Томас Люси и Аллатал. Приключения Аткинсона в Сибири и казахской степи». С английского языка на казахский язык. Если вы помните, в прошлом году прошла презентация этой книги. Британский писатель приезжал сюда со своей дочерью, и они презентовали эту книгу. Презентация прошла на английском языке, и мы сейчас взяли такую большую работу перевести эту книгу на казахский язык, потому что она очень интересна. Говорит о вообще в целом приключении этой семьи Аткинсонов именно в нашей казахской степи. Да, тем более книга про нас, тем более, что не какой-то ближний сосед, а из далекой Британии. Ну, нельзя, конечно, обойти и планы на нынешний год. Что вы планируете сделать интересного в этом году в рамках реализации программы «Трухани» Жангару? Чем вы удивите? Спасибо за вопрос. В этом году, сейчас, на данный момент, мы ждем республиканский план, который будет утвержден и спущен нам местные исполнительные органы. Но со своей стороны, мы как проектный офис подготовили план на 2021 год. Он сейчас находится на стадии разработки. Мы согласовываем, проводим все проекты через экспертный совет. Кстати, нужно отметить их работу. Экспертный совет, который состоит из научных представителей, профессоров, лидеров общественного мнения, из представителей НПО, СМИ. Мы проводим каждый проект через экспертный совет. Они дают свою правовую или иную оценку на проект. То есть, реально ли этот проект будет охватывать все направления «Трухани» Жангару? Или как? Вот. И на данный момент мы разработали план из пока 16 крупных проектов, но у нас есть дополнительные мероприятия. Но пока 16. И если отметить самые крупные, которые в прошлом году получили хороший отклик, это интеллектуальная игра IQ Doda, мы хотим ее в этом году еще раз провести к 30-летию независимости. Потом республиканский форум молодых журналистов и блогеров на тему «Каракет-ит» «Этнографический конкурс по стрельбе из лука» «Баба Ларди Милы», «Национальная игра» «Жаял Кукбар», «Международная научно-теоретическая конференция» «Быржан Мин Сара», «Международный форум Торла Туум», «Областной мастер-класс конкурса среди девушек и женщин» «Инбик Берге Жинбик», а также издание серии книг «Житсу Жулдздаре», «Житсу Жаухарларе». И еще у нас крупный один проект переводят книги Ника Филдинга «Путешественники в Великой степи от папских послов до русской революции» с английского языка на казахский язык. То есть если у нас в этом году удачно мы вот сейчас на стадии перевода книги Аткинсона, и мы бы хотели бы, если будет хороший опыт, то хороший результат, то мы хотим перевести еще одну книгу. Тоже очень хорошая содержательная книга. — Спасибо большое за такую интересную беседу, за то, что вы просветили о том, что было сделано и что будет еще сделано в рамках этой важной программы, которая направлена на вечные ценности, скажем так. Ну, в завершение еще один к вам вопрос такой. Куда могут обратиться те люди, которые вот услышали сейчас, нас и захотят узнать подробнее об этих вот проектах, которые вы реализуете, куда им обратиться, куда позвонить и как стать участником? — У нас есть страницы во всех социальных сетях, это в Инстаграме, Рухжитсу, также в Фейсбуке, также в Твиттере, Вконтакте, во всех тех социальных сетях, где в основном сейчас молодежь и не только молодежь. А также мы находимся в парке, прям в сердце города, в парке Жастар, здание возле флагштога, называется Рухани-Жангру, в принципе, в любой момент, рабочие дни, с понедельника по пятницу. — То есть, может прийти любой желающий, подойти, узнать побольше о программе или же предложить какие-то свои проекты, возможно, может у кого-то есть интересные идеи, мы всегда готовы поддержать инициативу других людей. — Ну что ж, Дана Алмазовна, я вам пожелаю успешной реализации всех намеченных целей, поскольку от этого, наверное, зависит и пропаганда в целом в общечеловеческих ценностях, которые передавались веками, любовь к семье, любовь к родине, и любовь к своим корням, к своей истории. Ну, вот на этой доброй ноте мы, наверное, и завершим наш сегодняшний прямой эфир. А нашим телезрителям я пожелаю только одного помнить свою историю, интересоваться и рассказывать о ней своим детям, поскольку без прошлого нет будущего. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин